В уже привычном формате видеоконференц-связи прошла предновогодняя встреча главы городского округа Щелкова Андрея Булгакова с представителями бизнес-сообщества. В ней также принял участие депутат Мособлдума Вячеслав Фомичев. Обсудили итоги уходящего очень непростого года. Тем не менее, бизнес не только выжил, но и показал прирост более чем на 17%. А кроме того, нашел возможность принять участие в социальных проектах в помощь жителям округа. Все это достойно только слов благодарности. За соблюдение мер, профилактики коронавирусной инфекции, за налоги, за поддержку, за плечо и за то, что мы стали действительно большой, дружной семьей городского округа Щелкова. Как и всегда, на меня может каждый из вас рассчитывать. Андрей Булгаков особо отметил вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета ряда предприятий, руководству которых вручил благодарственные письма. Акционерное общество Мултон, филиал в нашем городе, был на этом предприятии, очень качественно работают в период пандемии коронавирусной инфекции, которая продолжается. Завод Мултон сохранил все рабочие места, а также не приостанавливал набор сотрудников. Экологически чистая и вкусная продукция фермы Владимира Цветкова в Мишневе полюбилась многим. Удалось сохранить дойное поголовье коров, которое производит 2000 тонн молока и молочной продукции в год. Руководству мебельной компании Раникон в этом непростом году пришлось фактически заново возрождать обанкроченное предприятие. Получилось. Освоено более 500 миллионов инвестиций и создано более 200 новых рабочих мест. На сегодняшний момент мы имеем работающие, действующие, новое, современное, инновационное и экспортное производство. Глава округа отметил, что пандемия не помешала и крупному бизнесу в реализации масштабных долгосрочных проектов. Большой проект «Газпромкосмические системы» реализовывали в прошлом году и в этом году ведется строительство современного сборочного производственного комплекса космических аппаратов. Свой особый вклад в борьбу с пандемией вносит компания «Валентафарм». Все благодаря выпускаемому здесь популярному антивирусному препарату. Наши усилия в основном в этом году были направлены на поддержание стабильной работы для обеспечения лекарственной безопасности, не побоюсь этого слова, страны в целом. И очень большое спасибо, огромное спасибо за ту помощь и поддержку, которую получили Андрея Алексеевича и его команда. На встрече также подвели итоги работы торгово-промышленной палаты. В апреле был создан антикризисный штаб по поддержке бизнеса, в рамках которого проведено более 400 консультаций для субъектов МСП. Кроме этого, предприятия получили самые разные варианты реальной финансовой и экономической поддержки. По данным кредитных организаций, расположенных в городском округе Щелково, государственную поддержку по программе 2.0 получили 372 организации на сумму 498,7 миллионов рублей. Кредит под 0% в 94 организации на сумму более 200 миллионов рублей. А вот что еще помогло большинству предприятий бесперебойно работать, так это строгое соблюдение мер по предупреждению распространения инфекции. Теперь появилась возможность еще больше обезопасить коллективы. На это обратил особое внимание Вячеслав Фомичев. В 2021 году обязательно всем сделать прививки. Вот у нас в правительстве, в Думе, все сделаны, поверьте. Все чувствуют себя нормально. Обязательно сделайте руководители и затем, конечно, все работники. В новом году желаю не заболеть ни в коем случае, беречь себя, семьи. В заключении Андрей Булгаков поздравил всех с наступающим Новым годом и выразил надежду, что в следующем году ничто не помешает округу сделать рывок в развитии бизнеса и привлечении инвестиций. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.